Добрый день. Мы уже в прямом эфире. Меня зовут Екатерина Царанок. Я директор и сооснователь Modern Education and Research Institute, с которым я вас познакомлю несколько позже. Но сейчас я бы хотела бы вас всех, уважаемые коллеги и партнёры, и друзья, поздравить с прошедшими и наступающими праздниками, пожелать вам мира, добра, любви, благополучия и, конечно же, хорошего здоровья вам и всем, кто вам дорог. Ну и сейчас по традиции я расскажу немного о нашем институте, который находится в Бельгии, и буквально одну секундочку перейду на свои слайды. Итак, Modern Education and Research Institute предлагает вам данную программу, открытую программу повышения квалификации для преподавателей вузов, которая называется «Модернизация профессиональной деятельности преподавателей вузов». Наша организация, наш институт находится в столице Европейского Союза, в городе Брюссель, имеет некоммерческий статус. Сейчас наше финансирование идет за счет членства университетов и за счет членства отдельных преподавателей в нашем институте. Также мы предлагаем возможность университетам из, условно говоря, постсоветского пространства или русскоязычного мира открыть представительство своего университета у нас в Брюсселе на базе Modern Education and Research Institute. Мы очень благодарны тем университетам, нашим партнерам, которые уже воспользовались такой возможностью, и с которыми мы благодаря представительству имеем очень тесные партнерские взаимоотношения и имеем хорошее сотрудничество. Также наш институт выпускает научный журнал «The Scientific Journal of the Modern Education and Research Institute». Журнал выходит три раза в год. Вы можете присылать свои научные работы, свои статьи для публикации в этом журнале. Он зарегистрирован в Королевской библиотеке Бельгии и находится в открытом доступе. Наша миссия – внести вклад в реализацию концепции интернационализации, оказать поддержку преподавателям и администрации университетов в модернизации их деятельности через внедрение современных подходов к высшему образованию в глобальном контексте, а также в распознавании и своевременной адаптации к изменениям мировой академической среды. Как мы осуществляем свою миссию? У нас есть основные направления деятельности. Первое – это программы повышения квалификации и научной стажировки. Их можно у нас пройти как очно, так и заочно, так и в формате онлайн. Очные программы у нас проходят три раза в год. Это обычно март, июнь и ноябрь. И вот как раз у вас есть возможность присоединиться к программе повышения квалификации и научной стажировки. В июне, с 16 июня мы начинаем. То есть мы сразу два формата предлагаем. Однонедельный формат – это повышение квалификации. И две недели – научная стажировка. Вы можете подробности узнать по электронной почте registrations at moderneducationinstitute.com. Вы сейчас этот электронный адрес увидите у себя в чате. Следующее направление нашей деятельности – это организация международных конференций. Мы также проводим три конференции. Как правило, это в рамках нашей программы повышения квалификации. То есть те из преподавателей, которые не имеют возможности либо им нет нужды ехать на программу повышения квалификации, могут к нам приехать просто на формат научной конференции. Этот формат длится три дня. Вы являетесь полноправным участником программы повышения квалификации в течение трех первых дней. Первые два дня, как правило, вы участвуете во всех элементах программы повышения квалификации, которые очень у нас интересны. Это всегда и посещение европейских институтов власти, европейские комиссии, европейский парламент, где мы слушаем лекции от чиновников европейских институтов о том, какие приоритеты они ставят в развитии образования и что происходит на европейском уровне в сфере высшего образования. Также мы посещаем университеты, принимающие это университеты, которые входят в топ-100, как правило, где мы слушаем тоже интереснейшие лекции о том, как преподаватели этих университетов решают для себя те насущные вопросы, которые актуальны для всех преподавателей мира. И третий день – это уже непосредственно сама конференция, где мы собираемся участниками конференции из разных стран. Это обычно страны Центральной Азии, это Грузия, очень часто у нас бывает Россия, Украина, Беларусь. Мы приглашаем, конечно же, тоже европейских наших коллег сделать свои доклады. Конференция мультидисциплинарная, можно привозить доклады по любой абсолютно теме. Единственное, мы просим, в общем-то, сделать хотя бы небольшой фокус на то, как результаты вашего исследования можно было бы использовать в преподавании, то есть как это преподавать студентам. Вот такой вот именно аспект академический, преподавательский должен там тоже прозвучать. И все доклады конференции мы публикуем в специальном сборнике нашего научного журнала, который, естественно, находится, как я уже говорила, в открытом доступе. Также мы его рассылаем в библиотеки европейские и в библиотеки наших университетов, партнеров в странах СНГ, Европейского партнерства, Евразийского экономического союза. Научный журнал у нас... Также существуют отдельные выпуски, посвященные университетам, нашим членам, университетам, которые открыли представительство. На нашей базе, где мы рассказываем о потенциале для международного сотрудничества данных университетов, а также публикуем самые интересные, самые выдающиеся научные статьи преподавателей данных университетов, которые, в общем-то, направлены на международное сотрудничество, которые могут стать хорошим претекстом для развития международного сотрудничества с европейскими университетами. Мы уже вот в течение практически года проводим открытую программу повышения квалификации, модернизации профессиональной деятельности преподавателей вузов, к которой могут присоединиться абсолютно все преподаватели. Единственным условием является знание русского языка, потому что программа проходит на русском языке. Условия участия. То есть эта программа открыта совершенно для всех. Самое важное – это просто зарегистрироваться, чтобы вы могли получить ссылку на трансляцию данной программы. Для наших членов, членов Modern Education and Research Institute, мы предоставляем возможность получения сертификата о прохождении данной программы. Для того, чтобы стать членом, вы тоже сейчас получите информацию в чат, как это можно сделать и зарегистрироваться, заплатить небольшой членский взнос, заполнить регистрационную форму. И вот таким образом вы становитесь членами Modern Education and Research Institute и получаете различные преимущества, включая вот и сертификат по этой бесплатной открытой программе повышения квалификации. Необходимо просто прослушать определенное количество часов данной программы. Для разных университетов, для разных преподавателей требований, конечно же, разные. Кому-то достаточно 10 часов для того, чтобы предоставить сертификат в свой университет. Кому-то нужно 72 часа. Вы можете вот в нашей программе набрать любое количество часов, попросить наших сотрудников, координаторов данной программы приготовить для вас сертификат и выслать. И таким образом вы вот пройдете открытую программу повышения квалификации. Мы, конечно, вас призываем также активно участвовать в наших вебинарах, в чате, задавать вопросы. На основании ваших вопросов мы будем также ориентироваться, какие темы вам интересны и на какие темы мы можем сделать следующие трансляции. А также активные участники. Вот для них тоже мы предоставляем определенные преимущества с точки зрения получения сертификата. Какие результаты участия в данной программе? Ну, помимо получения сертификата, вы станете на путь модернизации своей деятельности и получите инструменты для практического внедрения инноваций. Мы создаем на своих вебинарах сообщества преподавателей, которые заинтересованы в модернизации своей деятельности, хотели бы сделать практические шаги. И мы вместе стараемся узнать, стараемся дать ту информацию, в общем-то, которую мы здесь получаем за границей, получаем в Бельгии, потому что это уникальное место. Здесь не только находятся бельгийские университеты, но почти все крупные университеты мира имеют свое представительство в Бельгии. То есть мы находимся в самом центре академического мирового сообщества. Конечно, через нас проходит огромное количество информации, которые мы и делимся на своих вебинарах. В этом и есть ценность вот этой данной открытой программы повышения квалификации. И вы очень много узнаете не только об инновационных инструментах, методах преподавания, ведения исследований, менеджмента университетов, но и познакомитесь с некоторыми университетами, европейскими нашими партнерами, о которых мы очень часто рассказываем в рамках программы открытого повышения квалификации. Темы лекции – это от получения финансирования по проектам Европейского Союза, по программам Европейского Союза до построения бренда преподавателя, построения собственной траектории профессионального развития преподавателя. Конечно же, мы рассматриваем… У нас уже был ряд вебинаров, серия вебинаров о развитии общих компетенций, таких как критическое мышление, предпринимательское мышление, креативность. Мы проводим вебинары на тему «Как создать свои онлайн-уроки и курсы» и очень-очень много других тем, которые мы уже затронули, а еще больше затронем в процессе проведения данной открытой программы. И став членами нашего института, у вас появится возможность не только сыскать сертификат участника открытой программы повышения квалификации, но и получить скидки до 30% на другие очные и дистанционно-образовательные программы, скидка 50% на публикацию статью в нашем научном журнале. И у нас появилась не так давно возможность стать послом мэрии в своей стране или в своем регионе, которые также дают отдельные преимущества. Но об этом мы уже разговариваем с теми преподавателями, с которыми мы со временем установили очень плотные отношения сотрудничества. И мы смотрим вместе, как мы можем построить наше сотрудничество на взаимовыгодных условиях с тем или иным преподавателем в том или ином регионе. Я бы хотела перед тем, как уже перейти непосредственно к теме нашего вебинара, рассказать о правилах пользования чатом. Обратите, пожалуйста, внимание, что в чате в правом нижнем углу у вас есть кнопка Set Name. Возможно, у некоторых это будет... Она будет на русском языке написана, потому что зависит от страны, от региона, откуда вы нас слушаете и от языка вашей операционной системы. Вы, пожалуйста, нажмите на эту кнопку, но на каком языке она бы у вас не отражалась. Выберите, пожалуйста, затем второй пункт в регистрации, зарегистрироваться со временным именем. Введите свое имя и нажмите кнопочку Go. Не забудьте, пожалуйста, внизу поставить галочку и согласиться с условиями использования данного чата. И все. Собственно говоря, вы станете полноправным участником чата с вашим именем. Это особенно актуально для тех участников, которые стремятся соискать сертификат по прохождению программы, открытой программы повышения квалификации. И по традиции мы делаем наш опрос. Я приглашаю вас активно принять в нем участие. Опрос на тему, изменит ли Brexit количество и качество международных проектов вашего университета с партнерами из Великобритании. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Пожалуйста, оставляйте свои ответы по ссылке poliv.com moderneducate 091. Эту ссылку вы сейчас также увидите в чате для вашего удобства. У вас есть варианты ответа. Можно выбрать только один. То есть Brexit улучшит ваши взаимоотношения, ухудшит. Вы затрудняетесь ответить. Либо Великобритания вообще не входит в число ваших партнеров. И, соответственно, такой информации вы предоставить не можете. Особенно активные наши члены, участники данной программы. Я вас призываю принять участие в этом опросе. И затем мы с вами вместе уже после вебинара завтра обсудим результаты. Ну что ж, переходим непосредственно к теме. Тема у нас сегодня была заявлена. Brexit нам горевать или радоваться? Мы выбрали данную тему не случайно. Во-первых, эта тема широко обсуждается сегодня в академических сообществах Европейского Союза. Конечно же, в Великобритании. Я думаю, что эта тема также актуальна и широко обсуждается вообще глобально сейчас в мире. Ну и таким вот толчком к выбору этой темы именно в настоящий момент, именно на данный вебинар, послужило сообщение, которое прошло по каналу BBC 24 марта о том, что сотрудники Королевского университета в Белфасте должны были получить зарплату на три дня раньше обычного именно из-за неопределенности, связанной с Brexit. Кстати, в своей презентации я использую фотографии самых известных, самых выдающихся университетов в Великобритании. Вот тоже есть возможность посмотреть и, возможно, вы даже узнаете своих партнеров на этих фотографиях. Так вот, работникам университета обычно платят в последний рабочий день каждого месяца, но из-за опасений по поводу возможного выхода Соединенного Королевства из ЕС без договоренности, без сделки, дата платежа в марте была перенесена на 27 марта. А вот на тот момент дата выхода в Великобританию была назначена на 29 марта. В своем заявлении представитель университета заявил, сказал, что университет разработал несколько возможных планов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы успокоить сотрудников и снизить их риски. То есть они позаботились о своих сотрудниках. Эти планы включают в себя, конечно, практический шаг по выплате заработной платы раньше, чем обычно. В марте этого года, чтобы избежать любых возможных сбоев и неудобств в работе, в том числе и в работе банковского сектора при обработке платежей в день выхода в Великобритании 29 марта из ЕС. То есть, как вы видите, люди готовились к катастрофе. Эта история показывает, что выход в Великобритании из ЕС имеет потенциал существенно изменить ландшафт высшего образования в стране, а также повлиять на экономические связи как со странами Европейского Союза, так и со странами, не входящими в Европейский Союз. Согласно рейтингу The Times Higher Education, британские университеты продолжают терять репутацию в мире в преддверии Brexit, в то время как европейские страны, а также Канада и Китай улучшают показатели интернационализации. Почти две пятых или восемь из 21 британских университетов, которые включены в список самых международных университетов мира в 2019 году, снизили свои показатели за последний год, особенно в части репутации, что может повлиять и на другие показатели интернационализации в последующие годы. Учитывая, что наиболее престижные учебные заведения, как правило, это наиболее привлекательные учебные заведения для иностранных студентов и сотрудников. Джанет Ильиева, основатель и директор исследовательской консалтинговой компании Education Insight, специализирующаяся на международном высшем образовании, считает, что снижение международной конкурентоспособности британских университетов разочаровывает, но не удивляет. Дело не только в Брекзите. В последние десятилетия сектор высшего образования Великобритания проходил как бы тест на устойчивость, преодолевая ряд постоянных проблем, таких как, ну, во-первых, конечно же, глобальный финансовый кризис, который затронул абсолютно всех в 2007-2008 годах, затем введение более строгих правил для тех, кто подает заявку на получение студенческих ВИС в Великобританию, затем это ограничение возможности работы после учебы, ну и референдум в пользу Брекзит, который состоялся в 2016 году. Международная стратегия Великобритании в области образования, принятая в 2013 году, прекратила свое действие в 2018 году. И вот новая стратегия была принята совершенно недавно, 16 марта 2019 года. Рупа Десай Териллокекар, доцент факультета образования Канадского университета Йорка и эксперта интернационализации высшего образования считает, что Канада в значительной степени выиграла от изменений в политике Великобритании, в ситуации, в которой Великобритания оказалась сейчас, точно так же, как могут выиграть университеты других стран, которые проводят последовательную, открытую миграционную политику и настроены на привлечение иностранных студентов и сотрудников. Подтверждение ее словам мы находим и в результатах опроса, проведенного Study Portals в период с 15 по 22 марта 2019 года. В этом опросе приняло участие 1418 иностранных студентов, желающих получить диплом за рубежом. Опрос показал, что из 300 респондентов, абитуриентов из Европейского Союза, 64 практически процента считают Великобританию менее привлекательной в качестве места учебы именно вследствие Брекзита. Они очень пессимистично оценивают удобство путешествия и возможности работы после обучения Великобритании вот именно после Брекзит. Из 1100 студентов стран, не входящих в ЕС, только 21% считают Великобританию мельным привлекательным вариантом обучения за рубежом. Главным достоинством британских университетов всегда являлась их международная репутация и качество образования. Стоимость проживания и плата за обучение называются в качестве двух основных причин, по которым студенты, не входящие в ЕС, не выбирают обучение в Великобритании, а предпочитают другие страны. Несмотря на полученные данные, Великобритания все равно пока еще остается наиболее популярным местом для обучения. Например, 37% студентов из Европейского Союза по-прежнему хотят учиться в британских университетах, в то время как в Нидерланды хотят учиться только 14 европейских студентов, 14% европейских студентов и 8% выбирают Германию. Если взять не европейских студентов, то есть студентов не из стран Европейского Союза, 18% хотят учиться в Великобритании, 17% в Канаде и 16% в Германии. Я привела, конечно же, только данные первых трех лидирующих мест в рейтинге. Удивительным результатом опроса, проведенного в стадии Портал стало то, что студенты из ЕС проявляют большой интерес к изучению европейского права и европейских исследований в университетах Великобритании. Я напомню, что этот опрос проводился с 15 по 22 марта 2019 года. Как мы знаем, 29 марта выход Великобритании из ЕС не произошел. Но что же будет дальше и когда Великобритания покинет Европейский Союз? Правительство Великобритании, Совет ЕС договорились о продлении членства до 31 октября 2019 года. Это фактически означает, что 31 октября 2019 года самый крайний срок выхода Великобритании из Европейского Союза. В течение этого продления, этого периода, Соединенное Королевство будет оставаться государством-членом с полными правами и обязанностями. Великобритания сможет покинуть ЕС до этой даты при условии, что будет ратифицировано соглашение о выходе. Если же все-таки сделки не будет, и это соглашение не будет ратифицировано, то Великобритания покинет ЕС без каких-либо особых условий для нее 31 октября 2019 года. Что же насчет студентов, которые участвуют в программах обмена Размус Плюс? Если стороны достигнут согласия об особых условиях для Великобритании по выходу, Великобритания продолжит участвовать в Размус Плюс до конца срока действия программы в 2020 году. Это позволит сотрудникам и студентам завершить периоды мобильности и получать финансирование через программу Размус Плюс до конца учебного года, который, собственно, заканчивается в 2021 году. Правительство согласилось взять на себя гарантии по выплате премий всем успешным британским грантополучателям по программе Размус Плюс, подписанным со дня выхода в случае сценария выхода без соглашения. Правительство запустило свой портал управления грантами, где предоставило дальнейшие технические рекомендации по доступу к выплатам. В случае, если сделка так и не состоится, Европейская комиссия предложила регулировать предоставление грантов студентам ЕС, участвующим в программе Размус Плюс. В британских университетах на учебный год 2018-2019 до конца их зачисления. Таким образом, результаты переговоров не повлияют на ситуацию студентов из стран ЕС, которые в настоящее время поступают в британские университеты по программе Размус Плюс. Для вступления в силу это положение должно быть, конечно, одобрено Европейским парламентом и Европейским советом. Правительство Великобритании также выдвинуло предложение сохранить существующие механизмы здравоохранения. Даже в сценарии без достижения сделки они будут применяться британским студентам за границей до декабря 2020 года. В дальнейшем правительство будет заключать двусторонние взаимные соглашения о здравоохранении, чтобы граждане Великобритании продолжали иметь доступ к медицинскому обслуживанию в отдельных государствах-членах ЕС на том же уровне, что и сегодня. Будет ли Великобритания по-прежнему иметь доступ к финансированию ЕС для исследований и инноваций? В случае достижения соглашения между Великобританией и ЕС, Великобритания останется в исследовательской программе Horizon 2020 и других программах, финансируемых Европейским Союзом до конца 2020 года. Это позволит британским участникам продолжать подавать заявки, получать финансирование Horizon 2020 в течение всего срока действия проекта. Британские грантополучатели должны будут продолжать соблюдать требования финансовой отчетности и аудита ЕС. В случае Брекзита без соглашения, без достижения договоренности правительство Великобритании уже гарантировало, об этом было заявлено в августе 2016 года, что будут выплаты по грантам Horizon 2020 для обеспечения полной продолжительности проектов за счет государства. В июле 2018 года было объявлено, что эта гарантия будет расширена, чтобы охватить все прошедшие, все успешные проекты Horizon 2020 до конца программы при условии, что Великобритания имеет право участвовать в качестве третьей страны. Что это означает? Это означает, что гранты Horizon 2020 для одного бенефицара, включая Европейский исследовательский совет и Мария Складовска-Кюриэкшн, не покрываются данной гарантией. Европейская комиссия недавно предложила новый регламент участия Великобритании в бюджете ЕС на 2019 год по сценарию выхода без соглашения. При условии, что правительство Великобритании выплатит свой полный взнос в бюджет ЕС в 2019 год, комиссия заявляет, что организации Великобритании и университеты Великобритании остаются правомочными на конкурсы, тендеры, гранты и любые другие процедуры, которые могут привести к финансированию из бюджета Европейского Союза до конца 2019 года. Исключение составляют только программы, связанные с темой безопасности и программы по линии Европейского инвестиционного банка, Европейского инвестиционного фонда. Данное предложение также предусматривает, что Европейская комиссия будет продолжать производить платежи британским организациям, уже получающим финансирование ЕС при условии их соответствия минимальным критериям приемлемости. Если правительство Великобритании примет данное предложение, оно будет охватывать все программы финансирования ЕС, конечно же, включая Horizon 2020. И это означает, что Великобританию будет иметь право на получение финансирования от Европейского исследовательского совета и Марии Складовской-Кюри-Экшен до конца 2019 года. Что касается следующей рамочной программы Horizon Europe, которая должна начаться с 1 января 2021 года, предложение по этой программе было опубликовано Европейской комиссией в июне 2018 года и оставляет открытой возможность полного участия Великобритании как ассоциированной страны. Как мы видим, никакой определенности о будущем высшего образования и исследований в Великобритании нет. Нет этой определенности особенного взаимоотношения с ЕС. Растут опасения, что Соединенное Королевство может вскоре оказаться в стороне от программы мобильности и сотрудничества студентов по программе Erasmus+. Если британский парламент в очередной раз проголосует за выход без соглашения. Высказывается предположение, что правительство Великобритании и сектор высшего образования в целом должны будут пойти по стопам Швейцарии и создать собственную альтернативную схему обучения и работы за границей, а также расширить участие в программах мобильности за пределами Европы, таких как стипендии Филбрайта США и программа Generation UK China с Китаем. Именно такой вариант в настоящий момент самым серьезным образом рассматривается в Министерстве по делам университетов науки, исследований и инноваций. Министр Крис Скидмар говорит, что если Великобритания выйдет из Европейского Союза без достижения соглашения о выходе, то именно вот этот вариант альтернативной программы мобильности будет единственным выходом из положения. Он сообщил на международном форуме по высшему образованию, который состоялся 27 марта, что Британия должна мыслить и действовать более глобально, чем когда бы то ни было, чтобы стать партнером номер один в академической сфере в мире. То есть мыслить уже не европейски, не только с европейскими партнерами устанавливаются отношения, а глобально выходить уже за границы Европы и идти к новым партнерам в новые страны. Министерство образования Великобритании и Министерство международной торговли совместно запустили новую международную стратегию в области образования, целью которой является увеличение стоимости экспорта образования до 35 миллиардов фунтов стерлингов, то есть это в пересчете приблизительно 46 миллиардов долларов США в год и увеличение общего числа иностранных студентов до 600 тысяч к 2030 году. Это приведет к почти удвоению стоимости экспорта образования с 20 миллиардов фунтов стерлингов в 2016 году и увеличению числа иностранных студентов более чем на треть с 442 тысяч в 2016 году. Одна из стратегий включает в себя обязательство продлить период работы после обучения для иностранных студентов, а также рассмотреть возможность внесения изменений в порядок оформления виз с тем, чтобы обеспечить выдачу виз Великобританию для студентов. В настоящее время экспорт образовательной продукции ожидается на уровне 23 миллиарда фунтов стерлингов к 2020 году, то есть для достижения цели в 35 миллиардов фунтов стерлингов потребуется ежегодное увеличение в среднем на 4%. Также рассматривается потенциально альтернативная внутренняя программа Размус Плюс для международного обмена и сотрудничества в сфере образования и обучения, а также изучение участия в схеме преемники текущей программы Размус Плюс. Министр на форуме заявил, что Великобритания по-прежнему привержена тесному сотрудничеству с европейским пространством высшего образования в качестве ключевого участника Болонской декларации и поддерживает мобильность для студентов, выпускников и преподавателей. Но если Великобритания не сможет прийти к соглашению об участии в схеме Размус Плюс до конца текущей программы, которая, напомню, заканчивается в 2020 году и будет исключена из программы 2021-2027 года, то ей, конечно же, будет необходимо создать собственную программу мобильности. Потенциальная выгода Великобритании создание собственной международной схемы мобильности будет включать возможность адаптировать схему к потребностям Великобритании и выделять финансирование именно туда, где оно больше всего необходимо. Вивьен Стерн, директор Universities UK International в рамках форума, приветствовала шаги по защите мобильности и финансирования для текущих участников из Великобритании, обучающихся или работающих за границей. Но она выразила тревогу по поводу того, что альтернативная схема Великобритании может отсутствовать в период с 2019 по 2020 учебный год. А это означает, что 17 тысяч студентов из Великобритании могут потерять возможность учиться за границей. Здесь существует потенциал, как вы понимаете, для привлечения этих студентов за счет фондов и программ принимающей стороны. На форуме присутствовала Юлия Грюненфельдер, европейский советник по образованию в Swiss Corps. Это швейцарский офис информации и связи в Брюсселе, который поделился швейцарским опытом, который они приобрели, вынуждены были приобрести после того, как прошел неспорный референдум против массовой эмиграции в страну, и в результате их исключили из Erasmus Plus 2014-2020 года. Швейцария оказалась в положении, в котором Великобритания очень скоро может оказаться сама, то есть без автоматического участия в программах финансирования ЕС. Швейцарское решение состоит в том, чтобы разработать собственную теневую программу. Что касается студентов, и внутренняя и внешняя мобильность оплачивается из государственных средств. Тем не менее, некоторые формы сотрудничества поддерживаются в рамках программы Erasmus, то есть Швейцария имеет очень лимитированное участие в Erasmus. Таким образом, швейцарское решение является только частичной заменой европейской схемы. После изначального падения участия студентов в программах мобильности, разработанных швейцарскими учреждениями, цифры со временем восстановились. Естественно, сложно сказать, сложно спекулировать, что было бы с мобильностью в Швейцарии, если бы она осталась партнером в программе Erasmus+, но недавний анализ показывает, что в стране около 21% студентов высших учебных заведений принимают участие в программах внешней мобильности. Они выезжают не только по программам швейцарского правительства, которые были призваны заменить Erasmus+. Мобильность в Швейцарии на сегодняшний день выше, чем во многих странах ЕС и значительно превышает целевые показатели для британских студентов 13% по участию в программах обучения за рубежом. То есть в Швейцарии 21%, в Британии еле-еле 13%. По словам Грюненфельдер, Швейцария участвует в программе исследований и инноваций Horizon 2020 после решения недоразумения с ЕС в результате референдума о свободном передвижении мигрантов. Однако вместе с Европейской комиссией страна все же приняла решение не продолжать переговоры о присоединении к Erasmus+. Она также сообщила, что Швейцария ждет подробностей новой программы Erasmus+, на 2021-2027 года, прежде чем решит, вообще следует ли ей участвовать, подавать заявки на новую программу финансирования академической мобильности. Одна из причин, по которой Швейцария, в общем-то, не торопится подавать заявку на присоединение к Erasmus+, вот нового формата, заключается в том, что эта новая программа может быть очень дорогостоящей. Скорее всего, бюджет Erasmus+, как мы уже говорили на наших вебинарах, удвоится. И если он снова будет основан на ВВП, то швейцарцам придется заплатить чрезвычайно большую сумму в бюджет программы. Другая причина, которая может также быть релевантным для правительства в Великобритании, заключается в том, что швейцарцы сделали акцент на собственных целях и схемах мобильности. Они вообще не пытались повторить Erasmus+, а проявляли избирательность. И некоторые области они финансировали, некоторые области таких, например, как партнерство, не финансируются за счет швейцарского правительства. Что касается британских преподавателей, к нам часто обращаются с запросом порекомендовать иностранного профессора или члена администрации. Так вот, сейчас наступило золотое время приглашать к себе в штат иностранцев из Британии. Многие из них уже не доверяют гарантиям правительства и решают изменить не только место, но и страну работы. Так, например, преподаватель медицины из университета Оксфорда Триша Гринхалк отказалась от, представьте себе, 10-миллионного гранта по линии Европейского совета по исследованиям, так как в случае выхода Британии из ЕС, она не уверена в том, что правительство сможет возместить ей эти деньги, то есть выплатить по своим гарантиям сумму гранта, и она считает, что ее проект просто закроют. Профессор нейропсихологии Дороти Бишоп из того же Оксфорда уже работает по европейскому гранту, который полностью покрывает ее зарплату, а также зарплату еще нескольких ее коллег. Она выражает огромное беспокойство, что люди, включая ее саму, останутся без зарплаты после Брексита. Я напомню, что в Европе у преподавателей есть обязанность подавать заявки на гранты и таким образом привлекать средства на содержание кафедры, лабораторий, на покупку материалов и на собственную зарплату. И богатыми преподаватели в Европе становятся не потому, что университеты платят много денег, а потому что они привлекают внешнее финансирование и содержат себя. Учитывая, что по данным Европейского совета по исследованиям, в настоящий момент Великобритания получила 112 миллионов евро в качестве исследовательских грантов. То есть беспокойство Триши Гринхолк и Дороти Бишоп совершенно не беспочвенно, ведь это очень крупная сумма денег, и правительство вряд ли будет в состоянии вовремя выплатить всю эту сумму. В настоящее время существует неопределенность в отношении участия в Великобритании в программах европейского финансирования. Также не существуют альтернативы в ближайшей перспективе, поэтому многие преподаватели, избегая рисков, уезжают жить и работать за рубеж. Большинство логичным образом едет к своим партнерам по проектам из стран ЕС, с которыми у них сложились хорошие рабочие отношения, но многие находятся в поиске и могут рассматривать самые разнообразные варианты и предложения, ведь их экспертиза в преподавании, в ведении исследований, в написании проектов может оказаться весьма ценной для любого университета России, Грузии, Украины или Центральной Азии. Есть, конечно, и весьма изобретательные университеты в данной ситуации. Вот, например, Кордивский университет установил партнерские отношения с немецким университетом в Бремени, чтобы обеспечить доступ к финансированию исследований после Brexit. Альянс Bremen Cardiff позволит преподавателям аффилиироваться с обоими университетами одновременно и принимать участие в долгосрочных совместных исследовательских проектах, руководить аспирантами в обоих университетах и подавать заявки на внешние финансирования из Великобритании и Германии. Вот таким образом университет помогает своим сотрудникам не потерять их рабочее место, не потерять их возможности, которые были предоставлены Европейским Союзом после выхода Британии из Европейского Союза. Ну и я бы хотела еще сказать несколько слов относительно того, в общем-то, как наши партнеры из Великобритании реагируют на сегодняшнюю ситуацию. Наши партнеры из Великобритании, они сейчас рассматривают варианты, различные варианты поиска партнеров в новых для себя странах, с которыми они раньше никогда не работали и хотят они, конечно же, программы и обмена студентами, и обмена преподавателями, и, без сомнения, программы, допустим, будь дипломные, совместные какие-то курсы проводить и так далее. Отвечая на вопрос, который мы поставили в заглавии, да, в названии нашего сегодняшнего вебинара «Брекзит нам радоваться или горевать», я считаю, что в настоящий момент, в настоящий момент, ну, наверное, скорее всего, радоваться, потому что существует некий вакуум, некая неопределенность. Есть очень сильный запрос британских университетов на сотрудничество с новыми партнерами, поэтому сейчас надо быть необыкновенно активными, необыкновенно, как бы сказать, ловкими, прямо устанавливать жадно партнерство с британскими вузами, потому что я думаю, что эта ситуация не продлится долго. Очень скоро все вот эти места, освободившиеся после европейских проектов, будут заполнены, и вполне возможно, что если вот сейчас упустить момент, то потом можно будет горевать. Я хочу теперь передать слово моей коллеге Оксане Позняковой, которая расскажет о грантах и программах, которые до сих пор доступны для Великобритании и участников или партнеров из Великобритании, которыми вы также можете воспользоваться. Добрый день, уважаемые участники! Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре, который у нас проходит на столь актуальную тему. И в своей части я хотела бы сфокусироваться на очень практических моментах. Прежде всего, я хотела бы с вами поделиться той инсайдерской информацией, которая находится и доступна нам в Брюсселе по поводу участия в грантовых проектах с партнерами из Великобритании. Тема эта актуальна в связи с Brexit, и необходимо сказать, что очень многие возможности открываются, а в то же время некоторые возможности, к сожалению, исчезают. И в этом надо очень хорошо ориентироваться именно сейчас, потому что, как сказала Катерина, что это самый правильный момент для активных действий. Очень важно понимать, что происходит за кулисами, поскольку стратегический неверный шаг в подготовке проектной заявки может привести к потере баллов или даже к проигрышу. И если вы никогда не слышали или, может быть, никогда не были вовлечены в подготовку грантовых заявок Европейского Союза, я хотела бы вам напомнить, что у нас разработана специальная программа повышения квалификации по грантам Европейского Союза, которая у нас проходит достаточно регулярно. И мы вас приглашаем принять в мне участие. Следующий поток будет в конце мая мы вас проинформируем. Ценность этой программы заключается в том, что вы не только узнаете, какие возможности есть у вас, как у преподавателя, также у вас будет необычайно и уникальная возможность подготовить первый черновик, первый драфт вашей аппликационной форме по программе Европейской комиссии. И если вас это действительно интересует, вы можете сейчас в чат написать вашу фамилию, имя и отчество и отправить, вы получите также всю информацию на ваш почтовый ящик. Те, кто нас будут смотреть в записи, вы тоже можете оставить свои данные, это фамилия и отчество, ваш e-mail, и вы тоже получите информацию. Также Катерина не попросила в начале вебинара ваш представиться, потому что все, кто проходит данный вебинар, могут стать участниками открытой программы повышения квалификации. Поэтому сделайте это сейчас, напишите, откуда вы, с какой страны, и название вашего института, и также фамилия и отчество. То есть мы будем с вами на связи. Итак, что же говорит Европейская комиссия о возможности участия партнеров из Великобритании в европейской программе по исследованиям инноваций в РИЗОН-2020. Прежде всего, Европейская комиссия и Великобритания договорились о гибком продлении срока действия статьи 50 соглашения Европейского Союза на 6 месяцев до 31 октября 2019 года. И, как Катерина вам уже говорила, что в течение этого времени Великобритания остается членом Европейского Союза, и, соответственно, британские организации могут участвовать во всех грантовых программах наравне с европейскими партнерами ЕС. Далее, если Великобритания не ратифицирует выход из Европейского Союза до 31 октября, она, в этом случае, британские организации смогут участвовать в программе. Ну, а если, в общем-то, Великобритания выйдет до этого срока, тогда эта программа будет закрыта для британских организаций. Здесь необходимо, но, необходимо понимать, что, конечно же, британские организации смогут участвовать в качестве партнеров из третьих стран. Здесь необходимо пояснить, какие страны Европейская комиссия подразумевает под третьими странами, и почему она их называет третьими странами. Потому что мы всегда понимаем под третьими странами развивающиеся страны, это более экономический термин. Дело в том, что все страны Европейской комиссии делят на страны-члены Европейского Союза. Далее идут страны-кандидаты в члены Европейского Союза, например, как Турция или Украина. И все другие страны Европейская комиссия относит к третьим странам. И, в свою очередь, она уже их разбивает на определенные регионы. Итак, на данном этапе партнеры из Великобритании имеют все права участвовать в грантовых программах ЕС. Более того, Европейская комиссия официально заявила, что оценка проектов с участниками из Британии будет также оцениваться, как и участников из других стран Европейского Союза. Необходимо сказать, что партнеров из Великобритании все, как правило, охотно приглашали свои проекты, потому что английский вариант аппликационной формы всегда был написан и подготовлен на высоте. Возможно, это повышало шансы, но успех. Во всех презентациях о подготовке на лучшие заявки эксперты Европейской комиссии всегда обращают внимание на то, чтобы заявка была написана понятным и лаконичным языком. И, как правило, с этой задачей лучше всех справлялись британские партнеры. Казалось бы, все предельно понятно, поскольку Британия не вышла из Европейского Союза до сих пор, то можно и продолжать подаваться в местные заявки. Но так ли все очевидно на самом деле? На прошлой неделе с нами поделились инсайдерской информацией эксперты, которые занимаются мониторингом грантовых программ и созданием консорциумов для грантовых проектов. По их мнению, наличие партнеров из Великобритании не дает позитивного эффекта на оценивание проекта. Своим клиентам они рекомендуют по возможности избегать партнерства с организациями из Великобритании при подаче на заявки на европейские гранты. Возвращаясь к теме нашего вебинара, можно сказать, что как раз таки что сегодня происходит. Нам необходимо расстраиваться, горевать или радоваться, поскольку из-за Брекзита мы теряем возможности иметь британских заявителей во многих программах, по которым уже у них накоплен очень значительный опыт подачи на гранты. Неужели нет никаких добрых новостей? Есть, да, появляются новые возможности, и сейчас я о них вам кратко расскажу. С ноября 2015 года британское правительство анонсировало новую программу поддержки Великобритании, нацеленное на устойчивое развитие и поддержку развивающихся стран через внутренние передовых технологий, которые создаются как в Великобритании, так и в развивающихся странах. В период с 2016 по 2021 год выделено полтора миллиарда фунтов в рамках деятельности Global Challenge Research Fund. Это исследовательский фонд для глобальных вызовов. Фонд финансирует различные проекты в том числе в сфере образования и науки инноваций. На прошлой неделе закрылся первый этап конкурса проектов по направлению образования как драйвер устойчивого развития. Максимальный размер гранта 2 миллиона фунтов и длительность проекта не должна превышать 36 месяцев. На первой стадии заявители должны были подать краткое резюме проекта, что очень отличается от заявочных форума по программам Европейского Союза. По словам экспертов, количество британских грантовых программ будет расти в ближайшем будущем именно в случае Брексита, поскольку Англия не хочет терять свои позиции на международном рынке образования. Согласно госстату Великобритании образование приносит более 20 миллиардов фунтов прибыли в год. Это данные 2016 года. Поскольку для многих студентов из с Великобританией может снизить уровень своей привлекательности, обзоры с Туманного Альбиона устремились на новые горизонты. Это страны СНГ, страны Восточного партнерства, это Азия прежде всего. И если у вашего ВУЗа до настоящего момента не были налажены продуктивные связи с Великобританией, то сейчас это самое лучшее время для сотрудничества. Британцы меняют свою политику на прежде всего они становятся более открытыми, они идут гораздо проще на сближение и даже традиционный высокий ценовой порог будет подвергаться корректировке. Что важно отметить, это то, что поскольку ВУЗы Великобритании очень успешно выиграли гранты Европейского Союза на протяжении очень многих десятилетий, практически у каждого ВУЗа есть свой департамент по подготовке проектных заявок на гранты Европейского Союза, то есть есть целый отдел специалистов, который занимается только пандразингом. Это означает, что сейчас этим отделом перед ним тоже стоит очень большой вызов, либо они переквалифицируются на то, чтобы получать гранты уже в Великобритании, либо эти отделы будут сокращаться. И именно поэтому мы советуем всем университетам, у которых есть меморандумы с ВУЗами из Великобритании, поднять эти меморандумы и постараться превратить их в реальные проекты, потому что даже подготовка заявочных документов, она может лечь не на ваши плечи, она может лечь как раз таки на плечи этих отделов, которые профессионально этим занимаются. То есть для вас очень важно сейчас захватить эту нишу и действительно это очень хороший момент для старта продуктивного сотрудничества. Я надеюсь, что на данных двух примерах смогла вам дать некоторые практические представления о трендах продуктивного сотрудничества с Великобританией период Брекзита. Всегда надо помнить, что каждое даже самое негативное изменение генерирует новые возможности. И задача взять проактивную роль в этот уникальный момент времени. Я вам желаю продуктивной работы в самом ближайшем времени. Мы всегда остаемся с вами на связи. Я желаю вам хорошего дня и спасибо большое за ваше внимание. До свидания.